Добрый вечер. Действительно, в Крыму традиционно стартовал курортный сезон. Вроде неплохо стартовал, учитывая, что уже больше миллиона гостей побывало у нас на полуострове. Но вот, Елена Анатольевна, говорят, что отдых в Ялте, например, россиянам обходится в разы дороже, чем в той же Испании и Италии. Порядка там, ну, просто вот там 50%, 40%. Вы знаете, каждый может судить только с позиции той работы, которую он выполняет на сегодняшний день. Да, я координатор проекта, и я могу судить об этом только в рамках своего проекта. Я думаю, что правильнее адресовать этот вопрос туроператору, который этим занимается, который как раз распределяет потоки туристов. Лариса. Вектор в виде стрелочки перешел все-таки, да, к Ларисе Александровне? Спасибо за вопрос. Спектр наших предложений на рынке достаточно широкий. От эконом-варианта до VIP-варианта. Давайте сразу ценовую политику затронем. От и до. Сколько денег? Ну, я бы не хотела казаться. Ценовая политика – это интернет, пожалуйста, смотрите. То есть именно конкретно вам стоимость номера? Ну вот условно, от 1000 до 50. Ну, давайте так, я говорю, более-менее нормальное, достойное удобство – это 5000 на человека в сутки. Это, ну, я имею в виду, это не дешевый чек, но вместе с тем, это когда входит в полную инфраструктуру санатория, который, ну, среднего уровня. И, соответственно, идет на повышение. Верхняя планка может быть неограниченная даже на скрыму. Ну, 5000 до среднего уровня – это, ну, немало. Я скажу вам, в среднем наши туристы приезжают, и туры их стоят от 200 тысяч в Крым с авиаперелетом. То есть, ну, к сожалению, от недели и до 10 дней. Вот условно 10 дней и 200 тысяч в Крыму. Ну, я бы сказала, процентов 40 – это немножко чек пониже. То есть те, которые выбирают более. Мы занимаемся пакетными турами, поэтому нам трудно сказать, сколько едут, сколько тратят, кто едет дикарем или на автомобилях. Здесь уже чек совершенно другой. Но по опыту прежних лет я могу сказать, что кто отдыхает дикарем и кто отдыхает цивилизованно, то есть мы сравнили. Это одинаково, только разное впечатление от отдыха. Елена Анатольевна, ну вот… Могу добавить по этому поводу. Я все-таки думаю, что правильнее, не правильнее, а точнее, да, Лариса, опять же, мыслит вот с теми самыми пакетными турами. Мы больше занимаемся персональными туристами, как режиссеры персональных путешествий. И я могу сказать, что все зависит от потребности туриста. Если турист хочет, гость прежде всего, хочет найти отдых на южном берегу Крыма, проживание, начиная там… Елена Анатольевна, я скажу, что хочет турист. Он хочет хорошо отдохнуть и воспользоваться всеми услугами и потратить минимум денег. Есть такая возможность, абсолютно точно. Такая возможность есть, потому что на фоне коллективных средств размещения, троек, четверок, пятерок, по звездности я имею в виду, есть наши гостевые дома в поселках, которые сегодня могут предложить отдых, даже в разгар сезона, от тысячи, полутора и двух за номер в сутки. Поэтому на одного человека. Поэтому главное, какая потребность у туристов. Есть такая возможность. Лариса Александровна, но вот если мы говорим об этих частных гостевых домах, они вам бизнес не сбивают клиентов или вы сотрудничаете с ними? Нет, бизнес не сбивают, мы сотрудничаем с отелями. Но опять, изначально я вам еще раз хочу сказать, опять-таки, потребности, потребности влияют агенты. Мы стараемся, как операторы, в общем-то дать полную информацию агентам. Но еще раз я хочу подчеркнуть, отельные дома – это все замечательно, это низкий чек. Отсутствие территории, отсутствие инфраструктуры той или иной маленькой гостиницы, она влечет к тому, что растет недовольство. Когда мама приезжает, негде машину поставит, то есть негде с колясочкой прогуляться с ребенку, выходят на проезжую часть, создаются пробки и так далее. Поэтому я бы сказала, что нам интереснее и более довольный турист уезжает, когда он пользуется инфраструктурой, есть у этого объекта инфраструктура. Но я хочу сказать, вот негде машину поставить, в принципе, любой южнобережный город, негде машину поставить. Это огромная проблема, это была проблема все годы Крыма, я 20 лет занимаюсь в этом бизнесе, я бы сказала, что это самая огромная проблема, улавливающие должны быть парковки. Должен быть, Ялта теряет постепенно статус курорта. Кстати, в той же Ялте еще несколько лет назад мы предлагали, да может даже раньше, предлагали условно такие же парковки на въезде в город установить, да, и просто условно маршруты, электрокары. А почему не удалось реализовать? Или не захотели, или не оправданно в это было? Вы знаете, я думаю, что это, конечно, прежде вопрос городским властям, почему этого не сделали, но если на сегодняшний день у Ялты и есть проблема, это проблема прежде всего транспорта. На сегодняшний день, например, запрет проезда экскурсионных автобусов по центру города Ялты, с одной стороны, абсолютно обоснованно, потому что это создает напряжение транспортное, но с другой стороны, экскурсионных автобусов, там едут наши гости, едут туристы, едут экскурсанты именно для осмотра достопримечательностей, наиболее приоритетный выбор для нас, да. Вот, а это проблема, проблема огромная, и на сегодняшний день она не решена. Но для того, чтобы проехать по Крыму и посмотреть на его достопримечательности, нужно, в принципе, в Крым приехать, потому что вот я читал данные о том, что зачастую стоимость, которую турист тратит на отдых, вот приезжая в Крым, вот 60-50% от нее, это транспортные расходы. Это просто, чтобы сюда к нам приехать. Если мы говорим о вашем проекте, да, вот, допустим, карта гостя Крыма, Севастополя, многие люди, которые там пользуются тем же единым билетом, пользуются этой услугой, и насколько, в принципе, вот этот формат единого билета себя оправдывает? Вы знаете, опять же, возвращаемся к потребностям нашего гостя. Тот, кто хочет бюджетный отдых, в котором бы транспортная составляющая тоже была минимальной, он просто заботится об организации этого отдыха заблаговременно. И у нас достаточно большое количество наших гостей бронируют и пакетные туры, и отели, а, соответственно, и приобретают билеты и за полгода, и за 8 месяцев до того момента, как они приезжают на полуостров. Единый билет, в самом деле, дает возможность вот комплексно гарантированной услуги, достаточно универсальной, где меминизируются как раз расходы на транспорт, на дорогу. И надо просто больше это популяризировать, больше продвигать, об этом больше рассказывать, и я думаю, что это даст результат. Да, но в этом случае не приходится говорить о горячих турах, да, потому что человеку, который пользуется единым билетом, в принципе, это не его история. Лариса Александровна, ну а если говорить о тех людях, которые действительно заблаговременно планируют свой отдых, там за 2-3, а то и полгода заказывают места, уже знают, где хотят отдыхать, за какую сумму хотят отдыхать, какие виды услуг хотят отдыхать. Много ли таких? Или, в принципе, вот приезжают в Крым спонтанно? Ну, к сожалению, я вам скажу, это наши самые любимые клиенты, которые планируются заранее. К сожалению, это не так у нас популярно, потому что, как всегда, на последний момент что-то может поломаться и так далее. Но я вам скажу, что у нашего оператора у нас есть опыт увеличивать глубину продаж. То есть у нас ранее бронирование начинается с ноября, и есть постоянные клиенты и агентства, которые с нами работают на материке, и они стараются для наших гостей, для своих клиентов, они стараются донести, что все-таки у них есть огромные преимущества. То есть можно сэкономить до 40%. То есть я бы сказала, это мой, во-первых, самый любимый клиент, потому что в межсезонье у меня не теряют квалификации менеджера, который работает и зимой, и летом. То, что летом идет жарко, зимой, в общем, немножко меняется горячность вот этих продаж. То есть немножко все расслаблены. Поэтому и когда эти клиенты приходят, во-первых, мы можем уделить больше внимания, мы можем им предложить достойные цены, и они в приоритете. Они могут выбрать тот спектр баз, опять-таки касать предложений. То есть они могут выбрать, у них есть выбор. Бронируя в конце мая, соответственно, уже выбора нет, уже то, что остается. И, соответственно, выше цена. Курортный сбор, как вы к нему относитесь? Отрицательно. То есть неоднократно пытались его ввести. Я считаю, что это инфраструктура. Приезжают сюда гости, оставляют здесь свои, в общем-то, билеты и так далее. То есть оставляя здесь наши инфраструктуры, вкладывая деньги, они достаточно приносят налоговые предприятия. Налоги нам могут приносить больше, чем мы возьмем с него курортный сбор. То есть, опять-таки, водился уже при Украине эти курортные сборы. Я скажу, что очень много недовольства было. И гости не хотят платить при поселении. Они говорят, ну мы же уже все заплатили. Ну да, там не такие большие суммы, но по сути фактор такой может быть отталкивающий. Но это психологически очень приятно. Да, но в то же время есть другие проекты, такие как карта гостя Крыма и Севастополя. Да. Вот в этом случае, какие много они и говорили, но я вот честно не встречал пока ни одного человека, который ей пользовался. Какие преимущества она дает? Огромные преимущества, Александр. Огромные. И если мы сегодня часть вот этого эфира уже посвятили все-таки ценообразованию, отдыха, то прежде всего карта реально дает возможность сэкономить затраты на отдых от 30 до 50%. Как это происходит? Вот есть у меня карта условно гостя. Да, есть. Могу подарить у меня с собой. Как ее получить в принципе? Вот, допустим, человек из Екатеринбурга решил приехать. Она приобретается с сайта. Это у нас, кстати, в этом году наш сайт, туристический портал, занял первое место в гран-при во всероссийском конкурсе туристических порталов. Вот, это я так немножко погорзусь за Крым. Не за нас, а за Крым. Вот. Второй момент, она приобретается с сайта. И самое главное, что служба режиссеров персональных путешествий, хотя это уже у нас есть и групповая карта, не только индивидуальная, заранее заблаговременно помогает и забронировать отель, то есть средства размещения, и составить персональный или групповой тур, исходя, возвращаемся от тех потребностей, с которыми гость едет в Крым и пытается ее реализовать. Елена Анатольевна, ну в этом случае тоже, вы говорите, заблаговременно. То есть здесь тоже необходимо заранее планировать? Не обязательно. Вот только что я подъезжала к вам, да, я всегда слушаю, как работает наш колл-центр 8800. Я только что приняла заказ, человек уже находится в Крыму, изъявил желание приобрести карту и попросил составить экскурсионную программу. Потому что задача нашего проекта как раз заключается в том, чтобы вот у Ларисы прозвучало межсезонье, чтобы никогда не звучало межсезонье, чтобы Крым в сезон здоровья, как его называют, с 1 октября по 1 мая, был не менее востребован, чем в сезон активный летний, за счет санаторно-курортного комплекса, за счет культурно-исторического познавательного туризма, майс-туризма, то есть событийного туризма. И вот наш проект прежде всего призван к этому. То есть, по сути, вы модерируете этот маршрут, вы просто помогаете составить... Я направляю потоки. Более того, ведь партнером проекта может стать только тот объект, который соответствует определенным критериям. Это безопасность туристического продукта, достаточно хороший уровень сервиса, мы к этому стремимся, и аутентичность, то есть самобытность продукта. Поэтому, если ты соответствующий этим критериям, а мы же ратуем за то, чтобы Крым позиционировался именно с этой точки зрения, мы и направляем туда гостя, его взгляд. Лариса Александровна, действительно большое количество исторических, культурных, архитектурных объектов у нас в Крыму расположено, различных достопримечательностей. Кто-то приезжает сейчас в популярный событийный туризм, действительно немало фестивалей, куда люди специально приезжают. Но в свое время Крым был вот такой всесоюзной здравницей, его позиционировали, и сейчас, наверное, продолжают позиционировать именно в этом русле. Тем не менее, существует ряд сопутствующих направлений, те же фестивали и прочее. Какое направление наиболее популярно среди туристов? Для чего они приезжают? Погреться на пляже и покупаться в море, или все-таки проводить какой-то там культурный или активный отдых? Традиционно Крым, в общем-то, и мы стараемся ломать этот стереотип, что это только курорт, и только летом, и только море. То есть море, солнце, гипарисы. В общем-то, это Крым, а дальше сентябрь, и думают, что у нас ничего нет. В этом году мы для своих гостей выпустили такой буклет, в котором не касались, что им можно посмотреть. Мы просто развлекательно-опознавательно-таки сделали анонс всех мероприятий, на которые мы можем пригласить наших гостей в будущем. То есть мы хотим сделать это в глубину, даже те гости, которые к нам приезжают. Сейчас, в июне, мы хотели бы, чтобы они приезжали к нам на ЗБ-фест, чтобы они к нам приезжали в Никитский ботанический сад в ноябре, и смотрели на нашу красоту, которая на материке уже в это время лежит снег. Поэтому мы стараемся и популяризируем о том, что мы можем Крым принимать Крыму каждый год. Нам ее, чтобы пригласить, предложить и зимой, и опять-таки мы можем развивать. Почему нет? Мы разве не можем развивать на Айпетре даже горнолыжку? Достаточно снега в прошлом году. То есть это все можно делать, но опять-таки, с одной стороны, нет инвестиций зимнего развития, но достаточно инфраструктуры, чтобы мы зимой принимали. Нужно выносить это за рамки Крыма о том, что мы можем. Ну, в принципе, это и происходит. Большое количество форумов, взять, например, Сочинский, Питерский, господи, у нас есть Ялтинский экономический форум, да, серьезные инструменты, абсолютно серьезные инструменты, которые помогают в том числе рекламировать туристический потенциал у нас на полуострове. Но есть инструменты, а результаты есть? Вот реклама, стенды, работает это? Я бы сказала, что нет. Я немножко хочу добавить вот то, что сказала Лариса Александровна к тому вопросу, который вы задавали. Вы знаете, если Турция, ее триггером, ее магнитом является все включено, то я давно, в принципе, это позиционирую и говорю, Крым это та территория, на которой все учтено может быть. Учтено реализация любой потребности нашего потенциального гостя. Климатический, географический, природный, историко-культурный, майсовский потенциал, таков детский, санаторно-курортный, таков, что мы можем, в принципе, удовлетворить потребность любого человека, который бы хотел приехать в Крым. Самое главное в этом – это сформировать правильно, обернуть правильно. И теперь, возвращаясь к вашему вопросу, преподнести правильно, понимаете, все учтено в Крыму, все может быть учтено. Леонид Альтольевна, знаете, вот мне мама говорила, Саша, у тебя такие мозги, почему ты не закончил школу с золотой медалью? И вот сейчас сижу и думаю, а не закончил школу с золотой медалью. Вот то же самое мы сейчас говорим про Крым. Мы можем, у нас все это есть, но по факту не получается реализовать. Почему не получается? Почему, Саша, почему не получается, если вы только что наш эфир начали с того, что очередной рекорд в Крыму? Да, нет, но до этого звучали фразы какие? До этого какие фразы звучали? Пробки. О том, звук стройки, автомобильные пробки. Действительно, вот смотрите. А они же едут все равно? Пример, едут. Ага, так что же? Нет, нет. Смотрите, вот действительно, просто очень обидно. Курортный сезон у нас официально стартовал в апреле, да? Еще в апреле. Анатильная фаза курортного сезона. Да, учитывая, что у нас межсезонья как такового нет. Нет, не должно быть. Но по факту до сих пор, вот у меня знакомые поехали в профессийский уголок, они с материка приехали и говорят, слушайте, ну здорово, хорошо, говорят, развитие есть, бесспорно. Но говорят, а почему у вас там вот эти все индивидуальные предприниматели только сейчас там стучат молоточками и крутят шуруповертами? Вот как это так? На набережной сейчас только вот идет подготовка в активной фазе курортного сезона. Так же не должно быть. Вы знаете, я думаю, что Крым по сути своей избалован, избалован 23-мя годами пребывания в украинском государстве. Почему? Потому что тогда особо не вкладываясь ни в инфраструктуру, ни в развитие туризма как таковой, ни в развитие объектов размещения и вообще вот того самого пресловутого туристского продукта, о котором мы говорим, к нам приезжали. Потому что, в принципе, альтернативы как таковой не было. И если затрагивать те вопросы, которые вы сейчас задаете, это вообще вопросы мировоззрения. Понимаете, это огромного, серьезного мировоззрения. До тех пор, пока хотя бы в клеточке каждого из нас будут сидеть позиции, что все равно приедут. Россия же огромная, это же не Украина. Понимаете, сколько людей? И до тех пор, пока мы будем считать успешность сезона количеством приехавших туристов, до тех пор ничего не изменится. Успешность туристского сезона считается количеством возвратных туристов, то есть те, которые уехали либо с желанием вернуться самим, либо порекомендовать приехать своим друзьям и близким. И, естественно, количеством денег, которые оставили здесь наши гости во всех уровнях бюджетов. Вот это основные критерии. Действительно, Лариса Александровна, если говорить о том, что каждый год очередной рекорд, хоть на сколько-то тысяч туристов, но больше, конечно, радуют. Гордость берет за Крым, к нам едут, здорово, цифра. Но есть же определенный лимит до 7, до 8, до 10 миллионов, который может принять полуостров. Потому что, ну, в принципе, 20, 50, 100 миллионов. И что мы с ними будем делать? Ну, для того, чтобы мы приняли 100 миллионов, нужно изначально все... То есть то же самое. Мы не премьем их, по сути. В межсезонье, да, мы просто его не осилим, не потянем, не прокормим. И нас просто реально не хватит воды. Вот существует эта грань? Сколько нам нужно? Ну, в цифрах я вам точно сказать не могу. Или надо измерять в деньгах? То есть я считаю, что это будет меньше, но лучше. То есть должно быть все-таки больше качественный отдых, чем количественный отдых. Ну, это моя такая точка зрения. Лучше к нам приедет меньше людей, но мы им больше можем показать наш полуостров, чтобы они вернулись на следующий год. А мы должны, соответственно, готовиться каждый год, принимать больше гостей. То есть нам нужны какие-то лакшери-клиенты, которые будут оставлять кучу денег, а простые люди... Нет, нет, нам не нужны лакшери-клиенты. Нам не нужны лакшери-клиенты. Нам нужны они тоже. Нам нужны все. Нет, нам нужны все, по сути. Я бы так сказала, что я бы хотела, чтобы все могли себе позволить приехать в Крым. Те, кто хочет и кто мечтает об этом. В прошлом году у нас каждый второй человек приехал, каждый гость, каждый второй был первый раз в Крыму. Для меня это немножко было непонятно почему. Я говорю, почему раньше к нам не приезжали? То есть сейчас растет любопытство у гостей. Они приезжают, и хочется, чтобы, конечно, они оставались довольными. Их первый приезд к нам обернулся вторым, третьим, чтобы они привезли своих родственников. И к нам приезжают, и я очень счастлива, чтобы они уезжали с позитивом от нас. Поэтому, может быть, не нужно задирать планку, что нам нужно там 10 миллионов. Давайте примем качественно те, кто к нам сейчас приезжают. Покажем, что мы можем. Максимально мы должны за них постараться. Естественно, те, кто сейчас уже не успел что-то достроить, чтобы они быстрее это закончили. А мы все встречаем, мы все готовы. Потому что, опять, первое впечатление нельзя произвести дважды. Это не моя фраза, но вот я ее процитирую. Поэтому я хочу, чтобы, как крымчанка, и я очень хочу, чтобы кто к нам приезжает, чтобы они остались, заразились нашей любовью к нашему полуострову и приезжали еще. Это очень прекрасно. Я думаю, все хотят такого, чтобы к нам приезжали снова и снова. Но есть некоторые нюансы, вот, Елена Анатольевна, говоря о той же инфраструктуре. Наверное, суть человеческая в том, что все время там что-то искать, какую-то проблему, что-то критиковать, так же, как и мы сидим здесь, и я пытаюсь такое найти. Хотя на самом деле развивается курортная отрасль, нужно отдать должное. Но тем не менее, раз уж говорим о сложностях, взять тот же новый свет. Испокон веков там проблема с водоснабжением. Взять тот же, как ты берешь, где проблема с канализацией. Вот на сегодня инфраструктурные сложности, которые люди испытывают круглый год, а в момент наплыва отдыхающих, наверное, они увеличиваются. Не нужно ли правильнее сначала провести реконструкцию этих инфраструктур? Как-то исправить, изменить, добавить, отремонтировать, в конце концов, а уж потом принимать туристов? Саша, ответ на ваш вопрос очевиден. Он лежит на поверхности. Конечно же, да. Да. И, наверное, я не вправе там, скажем, как-то безоценночно, вернее, скажу сейчас о следующем, что, конечно, прежде чем мы приглашаем в свой собственный дом, в свои квартиры гостей, мы наводим порядок, вытираем пыль, моим полы, готовим вкусную еду, а потом берем каравай и встречаем, да, с намытыми шеями и так далее. Всем знакомо, да? Все сразу вспомнили эту картину? Поэтому это правильно, это разумно, это природосообразно. Это то, что как раз и позволит тогда гостю ощутить себя гостем, а не туристам, клиентам, понаехавшим и так далее, и так далее. Но мы сегодня находимся в том месте, в то время, в котором мы находимся. И, конечно, я думаю, что, прежде всего, в данной ситуации единственным правильным предложением и решением будет ответственность каждого персонального гражданина Крыма и человека, который работает в индустрии гостеприимства. Своевременно побелить, покрасить, поставить, встретить с этим самым караваем. И с гордостью могу сказать, что количество таких хозяев, да, по-другому их назвать нельзя, и с каждым годом увеличивается, они есть, и Крым славится такими людьми. И я думаю, что ближайшее будущее Крыма в любом случае прекрасно. Ну, что ж, да, мы будем надеяться на то, что в Крым действительно будут приезжать, получать идеальные первые впечатления и возвращаться сюда снова. Благодарю вас за беседу, зрители, за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо.